Значит, меня зовут Афонин Владимир Викторович. Извините, я не назвал тему доклада. Название доклада «Понятие времени и структура электрона». Несмотря на то, что экспериментально эфир не обнаружен, а теоретические модели эфира зашли в тупик, научная мысль упрямо возвращается к идее существования этой гипотетической среды. Наиболее простым и радикальным вариантом концепции эфира является вихревая теория материи. Наибольший расцвет и последующее падение которой... Указки нет? Произошли во второй половине XIX века. Согласно вихревой теории материи, все мыслимое пространство заполнено некоторой однородной средой, и в этой среде существуют вихри. Там, где есть вихри, имеется вещество. Где нет вихрей, имеется вакуум. В этом состоит смысл основной словесной формулы вихревой теории материи. Вещество – это материя, находящаяся в механическом движении. В данном случае материя – это всезаполняющая среда или, короче, эфир. В XIX веке наука пыталась с помощью движений этой среды построить механические модели электромагнетизма. В качестве среды использовалась идеальная жидкость, удовлетворяющая уравнению Эйлера. Здесь представлено простейшее физически возможное решение уравнения Эйлопласа для потенциала скоростей этой жидкости. Этим решением является вихревое кольцо. Вот представлено изображение самого кольца и поле кольца. В XIX веке эта задача не была решена. Основными препятствиями явилась, во-первых, невозможность распространения света в этой жидкости. Как известно, свет – это поперечные волны, а распространение поперечных колебаний в идеальной жидкости невозможно. Вторым препятствием явилась невозможность построения модели заряженного шара в рамках этой модели идеальной среды. В XX веке проведены эксперименты и выявлены такие свойства материи, которые можно трактовать как прямые экспериментальные доказательства справедливости вихревой теории материи. Наиболее яркими, на мой взгляд, являются две группы экспериментов. Это эксперименты по взаимопревращению частиц и рождению частиц из вакуума. И вторая группа – эксперименты по измерению спина, электрона и других элементарных частиц. Рассмотрим взаимопревращение частиц. Физики и экспериментаторы формулируют смысл этих экспериментов лаконично. Все состоит из всего. Это, собственно, и есть основной вывод, основной тезис вихревой теории материи. Совершенно же прямыми экспериментами, доказывающими справедливость вихревой теории материи и ошибочность квантовой механики, являются эксперименты по измерению спина. Во-первых, эти эксперименты показывают, что внутри структуры электрона имеется нечто вращающееся. И физика современная не дает наглядной модельной интерпретации этого вращения. И, во-вторых, момент импульса этого вращения такой большой, что объект размером 10 минус 16 сантиметра, как считается электрон, не превышает этих размеров. Такой объект никак не может обладать таким большим моментом импульса, равным аж пополам, аж постоянная планка. Для этого этот объект должен иметь размеры как минимум порядков на 5 больше. Мне идеи всезаполняющей среды пришли в молодости. Я пришел к убеждению, что в построении вихревой теории материи должна быть какая-то фундаментальная ошибка. Может быть, и не одна. И, найдя эти ошибки, можно рационально объяснить эксперименты, приведшие к возникновению квантовой механики. Я считал, что 2-3 года и теория будет построена. 2-3 года вылились в 27 лет блужданий в темноте. Но я считаю, что нашел эти ошибки в вихревой теории материи 19 века. И эти ошибки лежат не в области усложнения существующих представлений. Они лежат в области основных понятий и определений механики вообще и теории идеальной жидкости в частности. Этих ошибок две. Во-первых, ошибочное представление о понятии время. На самом деле время – это не аргумент движения, это функция более фундаментальных величин. И вторая ошибка – существование циркуляции поверхностных сил. Она возникает вследствие явления так называемой интегральной анизотропии. И рассмотрим последовательно эти ошибки. Чтобы понять сущность времени, обратимся к философии. Здесь представлена иерархия форм движения материи. Согласно излагаемой концепции, эфир занимает самое низшее начальное положение в этой иерархии. То есть является простейшей формой движения. Для каждой последующей, более высокой формы движения требуется больше понятий и терминов для описания. Следовательно, для эфира это количество понятий минимально. Эти качества материи возникают на каждом новом скачке усложнения форм движения. Основной целью данной работы является доказательство утверждения о том, что таким же синтетическим термином, возникающим при усложнении форм движения, является и величина времени. Изначальной, фундаментальной величины на самом низшем уровне не существует. В данной работе получено уравнение движения эфира, в котором отсутствует величина времени. К этой идее, что многие величины физики избыточны, и их можно представить в виде функций других величин, можно дать иллюстрацию. В науку вводились понятия и величины, которые вначале представлялись самостоятельными. Но с развитием науки сущность этих понятий объяснялась, и они оказывались функциями других, более фундаментальных величин. Например, теплота. Ее ввели, как считалось, эта величина самостоятельная, но оказалось, что теплоту можно представить в виде функции кинетической энергии хаотического движения молекул. Также температуру, как плотность энергии, ее можно представить в виде функции. Нефундаментальной величиной оказалась масса, одно из базовых понятий механики Ньютона. На самом деле массу можно с помощью формулы Эйнштейна представить в виде линейной функции энергии, полной энергии, содержащейся в теле. И по аналогии с этими величинами вводим гипотезу, что время – это также функция более фундаментальных величин. И начнем выяснять вид этой функции. На основе отказа от аргументов масса и время отказываемся от базовой системы величин механики Ньютона, то есть от системы расстояния, масса и время. И вводим базовую систему величин расстояния, энергии и импульс. Но энергия и импульс не макроскопических тел механики Ньютона, а энергия и импульсы бесконечно малой точки частицы всезаполняющей среды. Предполагаем, что существует среда, делимая до бесконечности, для которой связь между энергией и импульсом линейна. Величина С в этой связи имеет смысл скорости. Однако в нашей системе нет величины время, и поэтому эта величина С – не скорость, а просто коэффициент пропорциональности, измеряемый в единицах энергии, делить на импульс. Рассмотрим, как возникает величина времени. Предположим, что существуют два объекта А и Б, расположенные в неподвижном эфире на расстоянии L друг от друга. Если возникают изменения с объектом А, то импульс этих возмущений идет со скоростью С, но вообще-то С – это не скорость, а коэффициент пропорциональности. Идет со скоростью С от объекта А к объекту Б и обратно. Таким образом, получаем элементарный период взаимодействия как функцию более фундаментальной величины. Можно ввести функцию время суммированием этих элементарных периодов и получаем величину время как функцию. Получено уравнение движения этой среды. Вот здесь оно представлено. Действующим вектором в этом уравнении является не вектор скорости частиц, а вектор, обозначенный как вектор А. Для сравнения здесь рядом написано уравнение Эйлера идеальной жидкости при отсутствии объемных сил. Уравнения несколько похожи. В левых частях стоят члены, выражающие объемное действие поверхностных сил. В правых частях имеются похожие, слагаемые с градиентом, слагаемые с ротором, но имеется существенное отличие. Значит, в уравнении эфира отсутствует частное производное повремя. Тем не менее, уравнение справедливо и для стационарных, и для нестационарных режимов. Аргументы движения, энергия и импульс неявно присутствуют в правой части уравнения, вне зависимости от того, стационарен ли режим или нестационарен. Из этой концепции автоматически следует определение генезиса основных понятий механики Ньютона, понятия масса и энергия взаимодействия. В состоянии покоя плотность массы эфира равна нулю. Если в эфир вносится энергия, то возникает и плотность массы. И так же просто можно дать определение генезиса понятия энергия взаимодействия. Допустим, если в эфире имеется два взаимодействующих объекта, то при наложении их полей в зоне взаимодействия происходит векторное сложение их векторов А1 и А2 и образуется энергия взаимодействия. Таким образом, на основе данной модели эфира может быть дано определение генезиса основных понятий механики Ньютона. Таким образом, написано точное уравнение эфира, что выводит концепцию эфира из привлекательной философской гипотезы в разряд точной научной теории. Однако на основе лишь этого уравнения без дополнительных гипотез невозможно объяснение явлений электромагнетизма. Вектор А, входящий в уравнение, всюду, кроме центра вихря, потенциален, а явления электромагнетизма имеют вихревую природу. Этой дополнительной гипотезой явилось открытие явления интегральной анизотропии, следствием которого является циркуляция поверхностных сил. Термин интегральная анизотропия введен мной, однако впервые это явление описано Максвеллом. Оно заключается в том, что при существовании в жидкости вихрей, вот допустим, это ось вихря, среднее давление на торцы вихря будет меньше, чем среднее давление на боковые поверхности вихря. Это приводит к тому, что поступательная скорость тонкого кольца в эйлеровой модели жидкости может быть представлена в виде функции циркуляции поверхностных сил. В – это поверхностная сила. Существование циркуляции поверхностных сил приводит к изменениям в основных теоремах гидродинамики. Появляется добавка к теореме ампера, выражающей потенциал скоростей, создаваемых замкнутой вихревой нитью, то есть вихревым кольцом. Вот это теорема ампера, а вот это теорема ампера с добавкой ВК, где ВК выражается вот этой формулой. Ну и вот, значит, две корректировки теории идеальной жидкости, с которой работала физика XIX века. Но перечень результатов очень многочислен. И переходим к конкретным эфиродинамическим моделям. Для эфира теорема ампера с добавкой запишется следующим образом. Это поле изображено на рисунке. Поле состоит из двух составляющих. Из потенциальной составляющей, это вектор А0, вот обозначен, он представляет вот из замкнутой линии. И вектор, вот эта добавка, обозначена как вектор А параллельная, обозначен вот красными стрелками. Сделаем утверждение. Это вихревое кольцо в эфире, и есть электрон. Для доказательства утверждения рассмотрим основные режимы, в которые может быть поставлено это вихревое кольцо. Могут быть два принципиально разных режима. Это стационарный режим и статический. Но стационарный это постоянный ток. Рассмотрим отрезок замкнутого проводящего контура с током. То есть, предполагается, что по этому контуру текут эти вихревые кольца. Может быть доказана теорема о том, что для замкнутого контура сумма векторов А0 равна нулю. То есть, вот эти замкнутые линии друг друга уничтожают, компенсируются. И поле вокруг контура образуется лишь в результате суммирования векторов А параллельное. Это и есть магнитное поле. Если бы был здесь такой же прямолинейный проводник с одинаково направленным током, то векторы А параллельное складываются просто арифметически, потенциальная энергия взаимодействия будет положительная, и проводники будут притягиваться. При разных направлениях тока проводники будут отталкиваться. Электростатика. Предположим, что имеется заряженное проводящее тело, то есть, допустим, металлический шар, в котором имеются данные вихревые кольца. Кольца стремятся к поверхности шара, останавливаются и создают в пространстве некоторое поле. Существует теорема гидродинамики, что сфера, покрытая диполями, не создает в пространстве никакого поля. То есть, здесь так же, как и в случае контура с током, эта составляющая уничтожается. Поле вокруг сферы образуется лишь в результате векторов, а параллельное. Это и есть электростатическое поле. Получен интеграл движения вихревого кольца, объясняющее, что такое электрический заряд и объясняющее инвариантность этой величины. Этим инвариантом является поток вектора, а параллельное, сквозь плоскость σ, бесконечную, перпендикулярную в скорости движения кольца. Эта величина будет инвариантом. Таким образом, явление доквантового электромагнетизма, их объяснение возможно на основе этой модели электрона. И переходим к квантовой механике. Начинаем с принципа неопределенности. На самом деле электрон это не точка, а вихревое кольцо. Столкновение вихревого кольца с другими соседними микрообъектами или с зондирующими снарядами происходит не в одной и той же точке, а в любой источник окружности кольца. И это создает впечатление, что положение электрона неопределенно. Для объяснения количественного соотношения вернемся к явлению интегральной анизотропии. Вот эта формула для поступательной скорости вихревого кольца в Эйлеровой модели жидкости. Если сменять здесь местами радиус и скорость, то эта формула по структуре становится несколько похожей на формулу Дебройля. Я получил эту формулу в 1985 году и решил, что когда у меня будет уравнение эфира, эта формула превратится в формулу Дебройля. Поэтому я шутливо, саркастически называл эту формулу Дебройля-Афонина. Через 20 лет, в 2005 году, на основе уже имеющегося у меня уравнения эфира, я получил уравнение для стационарного движения вихревого кольца в эфире. Вот оно представлено. Ну, смысл входящих сюда величин достаточно понятен. Это радиус кольца, это масса кольца, это поступательная скорость. К – это момент импульса среды, вращающейся вокруг оси вихря, то есть замкнутой вихревой нити. Если предположить, что этот момент импульса равен h, а радиус равен λ на 2π, то получаем формулу Дебройля. Таким образом, формула, полученная Дебройля формально и не получившая в квантовой механике какой-либо внятной реальной интерпретации, на самом деле является уравнением стационарного режима вихревого кольца в эфире. Поэтому, с вашего разрешения, я буду называть уже без сарказма эту формулу уравнением Дебройля-Афонина, сокращенно ДБА. На основе формулы Дебройля происходит объяснение многих экспериментов, которые квантовая механика не объясняет, а лишь констатирует, что такова природа вещей. Например, в случае принципа неопределенности имею вот эта формула Дебройля, если мы запишем ее вот так, что произведение радиуса кольца на импульс кольца равно H. Но вносится еще ошибка измерительного прибора, и равенство превращается в неравенство. Это и есть принцип неопределенности с позиции структуры электрона, как вихревого кольца. Спин электрона. Проделаем следующий мысленный эксперимент. Предположим, что вихревое кольцо скреплено с осью Z в какой-либо точке А. Следовательно, кольцо будет вращаться с постоянной угловой скоростью вокруг этой оси, то есть будет иметь момент импульса. Чтобы вычислить этот момент импульса, умножим массу на радиус вращения центра масс и на скорость этого центра масс. И подставив величины из формулы ДБА, мы получим, что этот момент импульса равен в точности экспериментально известной величине спина электрона. Эта величина будет инвариантом, не зависит ни от скорости, ни от размеров кольца. И также с помощью этой формулы можно дать вывод формулы планка для излучения, где все величины имеют реальный механический смысл. За неимением времени я не буду останавливаться. И переходим к вопросу, почему же эфир не обнаружен экспериментально. Из данной модели эфира следует, что плотность массы эфира в состоянии покоя равна нулю. Очевидно, никакими прямыми экспериментами не может быть обнаружен объект, плотность массы которого равна нулю. Ну, здесь можно развивать эту концепцию дальше, но я перехожу к выводам. Ну, значит, выводы такие, что эфир существует, однако не в той форме, в какой его искала физика со времен Декарта и Ньютона. Эфир не является объектом механики Ньютона, так как у него отсутствует масса, масса покоя. Основной атрибут объектов, изучаемых механикой Ньютона. Наоборот, механика Ньютона является следствием невидимых движений эфира, ненаблюдаемых визуально. В работе представлен генезис основных понятий механики Ньютона. Понятие масса, потенциальная энергия, понятие время, а также одного из понятий субстанциональной физики, величины электрический заряд. Я закончу. Спасибо большое. У нас две минуты. Скажите, пожалуйста, как устроен эфир и как устроен электрон? Каким строительным материалом лежит в основе электрона? И какова структура эфира? Эфир – среда делимого до бесконечности, а больше я ничего не могу сказать. О каком-то строительстве, математике тут все понятно. Просто делимого до бесконечности. А физически нет никаких свойств. Все свойства возникают лишь в результате движения. Почему они вдруг возникают? Это формула картезианства, вы же знаете. Все свойства материи обусловлены лишь движением. То есть, есть материя, и она может двигаться. А как у вас? Материя не в том смысле, что эта материя должна быть с массой. Масса – это тоже атрибут движения, а не атрибут материи. Это атрибут движения. Так, уважаемый коллег, давайте перевернем это в дискуссионный клуб, поскольку вопрос большой. Энергетизм называется это в вашей степени. Так, объявление о том же.